всем привет в этом видео покажу вам как отшить теплый конверт в коляску отшивать буду по новой выкройке cupcake и она состоит из двух размеров на видео я покажу как отшить конверт в прогулочную коляску с прорезями для ремней безопасности второй вариант конверта представлен в размере варианта для коляски люльки он без прорезей и меньше размером выкройку найдете на сайте желток baby.ru ссылку оставлю в описании под этим видео для пошива рекомендую использовать в качестве верхней ткани дюспо она достаточно мягкая и не сильно шуршит утеплитель по сезону у меня альпалюкс 200 и на подкладку рекомендую флиз также понадобится фурнитура тут я не буду перечислять найдете на сайте в описании к выкройке размер готового конверта в прогулочную коляску 90 на 50 сантиметров а в коляску люльку 70 на 40 оба варианта шьются одинаково только в прогулочную коляску я покажу как сделать прорези для ремней безопасности и давайте приступим к крою деталь спинки у нас дана со сгибом выкраиваем ее из дюспо и утеплителем скалываем их вместе и переносим метки прорези для ремней безопасности деталь переда выкраиваем в количестве двух штук зеркально отраженных друг другу все как показано на видео и также накладываем дюспо на утеплитель и скалываем в конверте для прогулочной коляски предусмотрена вот такая деталь подкладки которая должна быть непромокаемой и в качестве этой детали я взяла ткань оксфорд для переда выкраиваем две детали для задней части одну со сгибом клапан центральной молнии состоит из двух деталей выкраиваются они из основной ткани и прослаиваются тонким утеплителем моем случае я поделила альпа люкс 200 пополам и получился 100 граммовый отрезок клапаны для ремней безопасности выкраиваются в количестве четырех штук две штуки из основной ткани и две штуки из подкладочной в моем случае это флис нижний клапан также выкраивается в количестве двух штук обратите внимание что эти детали мы не прослаиваем из основной ткани выкраиваем шесть мелких деталей соединяем детали полочки и спинки утеплитель и основную ткань по всему периметру на швейной машинке отступаем от края 5 миллиметров из флиса также выкраиваем детали подкладки они даны выкройки и соединяем их с нижней деталью которая у нас предусмотрена из непромогаемой ткани подготовим детали клапанов складываем их лицевой стороной друг другу и прокладываем строчку на швейной машинке отступая от края один сантиметр по трем сторонам двум коротким и одной длины детали центрального клапана складываем между собой так как показано на видео сначала идет утеплитель затем две детали из дюспо лицевой стороной друг к другу и прокладываем строчку но уже по двум сторонам одной короткой и одной длинной с детали срезаем лишний утеплитель и подрезаем припуски на ширину 5 миллиметров клапаны под ремни безопасности выворачиваем точно также подрезая припуски по центральному клапану прокладываем декоративную строчку по предыдущей строчке отступая от края один сантиметр противоположный длинный край также соединяем между собой на швейной машинке отступаем от края 5 миллиметров далее нам понадобится липкая лента шириной 2 2 с половиной сантиметра и обратите внимание после выворачивания клапаны я застрочила по свободному срезу чтобы мне было удобнее далее с ними работать отрезаем длину липучки по метки на детали выкройки нам понадобится две штуки для длинных деталей и одна для коротких притачиваем одну из сторон липучки на наш клапан так как показано на видео отступая примерно один сантиметр от края клапана берем заднюю деталь конверта и соединяем ее с подкладкой так как показано на видео обратите внимание что конверт я буду шить без выворачивания то есть детали все соединяю так как они должны лежать в итоге скалываем прорези так как показано на видео точно в шов попадая иголками для того чтобы у нас не было лишних проколов на ткани прокладываем строчку по линии прорези по правую и левую сторону между строчками должно быть расстояние 1-2 миллиметра у вас получится небольшая рамочка вот так это все будет выглядеть в итоге этой же линии вы соединили и подкладку и верхнюю часть и утеплитель аккуратно между строчками делаем прорези я подкладываю вниз пластмассовую линейку и прорезаю сначала с помощью канцелярского ножика а затем уже дорезаю ножницами далее обрабатываем прорези я сделала это с помощью роликового шва на оверлоке если у вас нет такого шва или нет оверлока то можете использовать косую бейку и обработать прорези в круговую далее закрываем клапанами наши прорези скалываем детали так как показано на видео скалываются детали по меткам на выкройке ориентировочно это один сантиметр от прорези прокладываем строчку отступаем 5 миллиметров от края на этом моменте видео я показываю что после того как вы соединили детали отгибаете клапан на сторону прорези и прокладываем еще одну строчку по двум коротким сторонам и одной длины вот так у вас красиво и аккуратно все должно получиться наши прорези закрыты и теперь нам необходимо пришить вторую сторону липучки для того чтобы прорези можно было закрыть вторую сторону липучки подкладываем под первую и пристрачиваем ее задняя деталь у нас полностью готова и приступаем к пошиву передней соединяем две детали переда по верхней части так как показано на видео и устанавливаем 2 люверсом далее берем молнию и накладываем ее лицевой стороной к конверту и скалываем снизу обязательно отступаем 1 сантиметр то есть край молнии должен быть выше на 1 сантиметр края конверта прокладываем строчку на швейной машинке от зубчиков отступаем 5 миллиметров вторую сторону молнии притачиваем точно также ровняя с 1 по краю вот так у вас в итоге должно получиться далее нам необходимо соединить основную деталь переда и деталь подкладки складываем их лицевой стороной друг другу так как показано на видео с помощью прищепок или игол скалываем детали по линии молнии и по линии выреза под лицом вот так у вас в итоге получится и теперь прокладываем строчку по линии скалывания отступаем от края 1 сантиметр по молнии попадаем строчку в предыдущую строчку подрезаем излишки молнии и высекаем лишний материал с уголков для того чтобы при выворачивании все получилось ровно и красиво по линии выреза для лица делаем вот такие надсечки не доходя до строчки 1 миллиметра далее измеряем длину резинки под утяжку для выреза у меня резинка тонкая толстая не нашла поэтому я сложила ее в два раза фиксируем резинку в конверте так как показано на видео с помощью стопора и люверсов края резинки по правую и левую сторону фиксируем на швейной машинке выворачиваем детали на лицевую сторону резинку оставляем внутри край прорези для лица фиксируем с помощью булавок или иголок так как показано на видео после того как вывернули детали края конверта стачиваем между собой на швейной машинке для того чтобы зафиксировать слои размещаем клапан на левой полочке и по метке скалываем его с деталью клапан фиксируем лицевой стороной вниз прежде чем проложить строчку по клапану нам необходимо сделать кулиску отступаем от края круглого выреза 2 сантиметра и прокладываем строчку таким образом чтобы резинка осталась внутри далее настрачиваем клапан переворачиваем его на сторону молнии и прокладываем еще одну строчку отступая от края клапана 1 сантиметр и вот так в итоге у вас должно получиться с детали выкройки переносим метки расположения кнопок если у вас нет кнопок и вы не можете их установить тогда можно заменить их на липучку подписаться на кого я тут не сделаю внизу клапана не предусмотрена молния потому что он фиксируется при соединении деталей. Предварительно можно застрочить его на швейной машинке. Еще у нас есть шесть вот таких деталей. Складываем их лицевой стороной друг к другу и прокладываем строчку по трем сторонам. Всего у вас должно получиться три детали. И выворачиваем их на лицевую сторону. С помощью них мы будем фиксировать резинку для утяжки и полочки нашего конверта, если нам понадобится расстегнуть их во время прогулки. Складываем детали пополам, так как я показала на видео, и скалываем с основной деталью конверта. Метки фиксации полочки даны в выкройке, по ним прикладываем наши детали. Швом туда-обратно стачиваем каждую деталь на швейной машинке. На боковых деталях фиксации устанавливаем кнопки для того, чтобы они соединялись с кнопками по полочкам. Я показала на видео, как их нужно будет застегивать и фиксировать. И в итоге у нас получается вот такая интересная конструкция. Деталь переда мы доделали, деталь спинки тоже доделали. И теперь нам осталось соединить их в цельный конверт. Эта модель у меня идет без выворачивания, поэтому сейчас я покажу, как это сделать и как красиво закрыть шов. Складываем детали лицевой стороной друг к другу, так как показано на видео, и скалываем по всему овальному срезу с помощью иголок или булавок. И стачиваем детали на швейной машинке, отступаем от края 5 мм. Из флиса выкраиваем полоски шириной 4 см. Длина их в сумме должна давать длину овала конверта. Складываем полоску пополам, в нее вкладываем наш срез конверта, так как показано на видео, и прокладываем строчку по краю полоски, таким образом окантовывая конверт внутри. Для того, чтобы все получилось ровно, можно предварительно сколоть детали. Вот такой красивый срез у нас в итоге получается, и нам не нужно заморачиваться с выворачиванием подкладки. Выворачиваем конверт на лицевую сторону, и он полностью готов. Прорези под ремни безопасности универсальные, и подходят как к любой коляске, так и к санкам. А у меня на этом все. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Я напоминаю, что выкроеку найдете на сайте желтокbaby.ru, и также оставлю здесь ссылку в описании под видео. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!